ребят всем привет молодцы что смотрите ставьте лайки подписывайтесь на канал сегодня мы в гостях у димы барышникова это гараж ретро автомобилей ссылочку на их канал я оставлю под видео внизу в описании а сейчас мы раз посмотрим ну прям крутые экземпляр дим привет привет давно не виделись здесь у нас представлена в основном иностранная техника начнем с этой стороны первый автомобиль который вы здесь видите называется ford t 1922 года вообще ford и начали производить с 1908 года производили их до 25 года и скажем так преимущественно они выпускались именно в кузове фаэтон представленный экземпляр называется седан как это не абсурдно но это седан значит вообще стоимость автомобиля начиналась первоначально еще в 1908 году машина стоила 800 долларов потом к началу 20-х годов они умудрились смогли снизить стоимость до 300 долларов конкретно вот этот экземпляр стоя полторы тысячи долларов двадцать втором году возникает вопрос за счет чего прошлого века прошлого века да за счет чего за счет того что он имел как раз такой кутоку конфигурацию кузова закрыта у нее стояли уже фары у него стоял стартер электрический вообще на управление таких такими автомобилями необходимо было получать отдельную категорию водительского удостоверения несмотря на то что у нее вроде казалось бы стандартные органы управления там три педали но они имеют совершенно другое значение то есть правая педаль это педаль тормоза так средняя педаль это педаль заднего хода так а левая педаль левая педаль это первая вторая скорость осыпление было здесь с левой стороны газ на руле суши реально надо отдельно учиться причем более того вариант кузова седан и было вообще на немного потому что несмотря на то что опять же машины была полностью закрыта удобно для эксплуатации но она имела вот ряд таких технологических особенностей чтобы сесть водителю за руль и нужно было совершить танец с бубнами там фактически акробатические номера пройти через всех и залезть и вперед это центральное расположение дверей в кузове фаэтон машина имела стандартные классические четыре двери не было достаточно удобно для эксплуатации вот этот автомобиль пока еще не реставрировался да но он приехал в таком достаточно хорошем состоянии то есть на не на дне еще предстоит поработать нам в этом году а колеса реально деревянные более того они не просто реально деревянные то есть конструкция автомобиля подразумевает то что сама вот эта часть она не съем то есть если мы прокалываем колесо мы раскручиваем гайки по периметру и меняем только оба сделано это было прежде всего для того чтобы удешевить модель вообще почему они все помните там знаменитая фордовская высказывание что автомобиль может быть любого цвета если да 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 почему потому что это была самая дешевая краска главное было не только дешево она была еще быстро сохнущая задача была создать максимально дешевый с точки зрения производства автомобиль а чем соответственно короче цикл производства тем она получалась дешевле ну это автомобиль на ходу он тоже заехал сюда своим ходом а вообще он история это автомобиль он из он приехал из америки конца бельда он был в коллекции частными в частной коллекции в семье бабушка с дедушкой там 90 с лишним лет причем как только они узнали то что это автомобиль поедет в россию они пытались аннулировать эту сделку это представление было что в россии до сих пор там ездить на этих машинах дружат с медведями дружат с медведями и такая страна неотесанная непонятно что и зачем он такой высокотехнологичный автомобиль зачем такой автомобиль поэтому мы были вынуждены отправить наших друзей непосредственно продавцам то есть нашли их контакты показали что у нас тоже есть музей что здесь есть но достойные экземпляры что им нечего не о чем беспокоится что автомобиль там не будет уничтожен а будет дальше сохраняться на и поддерживаться набос поклage успокоились и вопрос нанца слава богу да прикольная историю это действительно да люди владели на она тоже как-то по наследству может досталось но это неизвестно уже вот это к сожалению не знаю notho oton 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 ote такой он пришел с америки он такое пришел он такой сошел с конвейера да он такое сошел с конвейера то с ним ничего не делал те вещи которые на нем по ним по нему делались то есть делалось частичная реставрация вот элементов по кузову то есть это вот не нижней части в основном потому что в основном они не настрадали и по дверям двери они плохо закрываются причем и сделать по ним именно глубокую реставрацию творчество просто сталкивались с такой тематикой крайне слова украине ровно поэтому есть мы видим то что есть следы ремонта они не совсем правильные поэтому установление еще еще предстоит по этой машине так здесь у нас следующий экземпляр это автомобиль ford a 1929 года автомобиль уже имеет классические органы управления более того патент на производство таких же автомобилей в свое время приобрел завод газ у форда и продолжим это производство уже здесь на территории советского союза это автомобиль он снимался фильмах снимал вот этот конкретно конкретно снимался фильмах каких мало известных американских на самом а в америке с в америке снимался фильмов да я-то думал на нем тут это не дежинский там ли просто бендер ездил нет нет на самом деле тематика связаны со съемками она действительно есть она достаточно недешевая то есть один съемочный день автомобиля стоит как правило там порядка 1000 евро 1000 1200 евро но есть определенный момент то есть люди творческие они как правило не понимают они не ценят вот этих вот этичных вещей то есть им нужно тут увернуться там вернуться каблуком упереться в панели так далее то есть после двух съемочных дней восстановление может потребоваться на десятки тысяч долларов поэтому у нас есть друзья в питере с которым уже много лет взаимодействуем вот они как раз для лент фильма создают специальные автомобили у нас есть один такой автомобиль причем фильм только скоро скоро выйдет я потом вам скину ссылочку как он будет называться премьера намечена через месяц и там есть как автомобиль который мы в свое время приобрели после этих съемок причем в процессе съемки автомобиль три раза перекрашивали один и тот же при съемках не нужна аутентичность при съемках важна практичность чтобы автомобиль ехал и чтобы никто над ним по сути дела не дрожал но понял ну это экземпляр достаточно и так известно кто это делал в каждом засранцы вот эти такс кто но не ходит у нас начнут какие-то левые то есть это пришли кто-то из своих с детьми и дети лишь пока ты отвернулся вот там рассказываешь а я просто смотрю на это крутой крутой это же лакокрасочное покрытие потому что я уже прям это раз нет я чесаться начинаю детям этого принципе не понять понимаешь да и родители многие то не понимают как раз бич вообще нашего времени то есть мы у нас есть опыт взаимодействия опыт выезда на общегородские мероприятия начинают сны знаешь когда мы на ретро парад выезжаем когда мы выезжаем на парад победы вот благо сейчас последние там уже лет шесть парад победы в принципе автомобильную колонну и и ограждают от всех прочих почему потому что народ идет и начиная там вот по немножко руками потрогать здесь руками потрогать там ребенка посадить сюда ломается и люди не понимают то что просто к этому нужно ну то рядышком стать фотографироваться лучше прекрасная фотография это я знаю что это инвалид инвалид качестве заднего хода мы сделали тематически потому что сам по себе инвалид канона но не совсем веселая тематика но да да потому что после войны очень много людей при пришло без ног то есть в этом автомобиле все органы управления находятся на руле то есть машина достаточно сложная с точки зрения управления при этом это кусочек советской кто тут инвалид я инвалид а не просто так он ее разворачивал машина нет заднего ухода вот это да так среду автомобиль нашей коллекции называется автомобиль bentley модель с 1 1958 года автомобиль выпускался 1955 по 1959 год выпускались они на одном заводе с роуз-ройс то есть роуз-ройс этого года выпуска имеет абсолютно идентичную внешность абсолютно идентичные агрегаты приборы управления единственное исключение это конфигурация и форма передней решетки радиатора у роуз-ройс она получается рубленая рубленая и прямая у bentley она скошенная замоле надо здесь стоит 6 цилиндровый двигатель родной автомобилю предстоит еще большая глубокая работа то есть мы будем также вот как вы сегодня видели вот с мобиль мы планируем также провести глубокую реставрацию то есть автомобиль будет разбираться до тла то есть это еще не как они это вообще в этом еще не реставрировали да то есть машина к нам пришла достаточно хорошем состоянии но она была там мы нашли только четыре цвета на тот момент когда она пришла то есть она перекрашивалась в процессе жизни эксплуатации мы решили пока мы не знаем реально мы не нашли еще оригинальный цвет то есть нам нужно исторические слои убирать мы покрасили пока в белый цвет и немножко сами покатались для того чтобы машина прожила еще 100 лет вот нам сейчас предстоит я прям без привлечения говорю именно 100 лет нам еще предстоит по ней большая реставрационная работа слушаю обязательно с ними тут здесь прям четко на крышке написано что через 5000 миль масло походу надо поменять вот так вот ребят на самом деле вот если кто не смотрел предыдущий вдруг выпуск обязательно его посмотрите но я вам так скажу что каждый автомобиль в гараже у ребят он раз в год выезжает они все на ходу это не просто манекены как маргунов витцин и никулин это реально действующие экземпляры мне тут этот нравится вообще хипарь да такой прям типа до 68 года конечно про эту машину да то есть этот автомобиль ты уже сказал он полностью комплект и весь в оригинале то есть здесь присутствуют именно деревянный элемент не под дерево как не под дерево не полостик деревянный и так далее то есть почувствуй запах просто машина пахнет до настоящим да то можно присесть конечно и горзок запиши stories я не каждый день в бэнтли сажусь обратив внимание какой здесь спидометр весь стрелки они в обратном направлении это характерный бэнтли для бэнтли и для роллс-ройса слушай ну шик модерн а зеркальце-то походу еще и оригинальное оригинальное да слушай вот я скажу так может быть я в чем-то ошибаюсь но удобство этого зеркала она кстати очень приятно мало того что ты в заднее стекло смотришь тебе не надо туда посмотрел шикарно вот это тоже автомобиль причем достаточно интересно называется автомобиль white 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 house white то есть это американский грузовик причем последние годы своей сознательной жизни он прожил противопожарной службе то есть ему поставили металлические колеса а вообще мы уже заказали на него уже деревянные начали переобывать машина 1920 года на ней уже стоит резина гудьер да 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 можно впечатлить точно на машине предусмотрены газовые передние фары и керосиновые ходовые мы их так называем то есть обычная керосинка заливаешь даже зажигаешь и поехал это единственный автомобиль в нашей коллекции который мы еще не заводили просто руки не дошли но мы это обязательно сделаем круто но он типа оля пожарные это самое это грузовики причем это одна один из грузовиков то есть фирма вообще white house она официально поставляла машины царскому царскому двору то есть машины начали поставлять еще в начале очень начале двадцатого века получил этот экземпляр он приехал уже из америки но вот именно такие машины были вот в семнадцатом году по питеру катали я на хронике видел цен царская хроника я еще думаю где я вот это все видел точно тоже продукт нашей реставрации автомобиль ford a 1930 а а 1930 года уникальность машины еще заключается в том что кроме того что он 30 года машины в тридцатом году уже имела самосвальный кузов за этот автомобиль мы получили красно международной выставке большую золотую медаль за качество реставрации вот этот автомобиль тоже достаточно интересный сам по себе не нравится это тоже автомобиль и это тоже авто это классно причем почему именно автомобиль то есть что мы вкладываем понятие автомобиль что это ездит сама что она может сама передвигаться причем свои последние годы сознательной жизни в германии она приехала к нам из германии это была передвижная реклама местной переваренной компании но машина пришла в хорошем достаточно состоянии мы провели какую работу по восстановлению лакокрасочного покрытия ну и решили не скромно чести свою передвижную рекламу свой бренд логично имеем право полное причем тут салончик все как полагается но это такая я говорю что для меня вот этот автомобиль на самом деле ребят для меня это хиппи вот много-много да вот так оно и было на самом почему эти автомобили были в разных вариациях то есть они были как дом на колесах у них было больше окон чем чем железо были открытые крыши там с брезентовым видом да 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 со шторками то есть машины любили как раз те года да 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 ну прям ну ну понимаешь это это ну наверное это вот это я называю стиль вот прям это стиль того времени ребят молодцы что досмотрели до конца от меня вам огромное спасибо лайк если поставите мне лайки мне будет крайне приятно по-честному поставьте тоже лайки пока а